28 мая отмечается профессиональный праздник личного состава пограничных войск. Поскольку в этом году все торжественные мероприятия отменены, мы обратились к нашим архивным записям 2004 года, сделанные в этот день. Предлагаем вспомнить, как это было 16 лет назад. В этот день товарищи, друзья, кто служил в пограничных войсках, собираются вместе, как одна большая семья. Вспоминают, как это было, рассказывают истории, рассматривают фотографии прошлых лет. Для каждого из них это не просто дата в календаре, это возможность увидеться и пообщаться. На первых рядах сидят и ветераны-пограничники, те самые люди, которые отстояли свободу своей родной земли на фронтах Великой Отечественной войны. Философ Михаил Владимирович служил на Дальневосточном фронте в составе 58-го краснознаменного пограничного отряда. Водителем в общей сложности отслужил 7,5 лет. Награжден медалями за победу над Германией и за победу над Японией. Пограничный войск – это, прежде всего, порядок и дисциплина. Я, конечно же, горжусь тем, что служил в пограничных войсках. И желаю всем ребятам, чтобы они хорошо служили в пограничных войсках, ну и в других, конечно же, тоже войсках. Пограничников поздравляю с Днем Пограничника, счастья, здоровья всем, всего самого лучшего. Пограничные войска имеют давнюю и славную историю. Еще при киевских князьях воины, охраняющие рубежи границы, красницы шеломы, зеленый цвет. С тех пор идут пограничные войска. Пограничники всегда были на первых рубежах страны, всегда защищали нашу Родину. Служба в Пограничнике считалась почетным. И выбирали не самых слабых, а выбирали лучших для службы в Пограничнике. Сегодня день 27 мая, праздник всех пограничников. Хочется поздравить ребят с праздником, сказать спасибо за их нелегкий службу, нелегкий труд на ратном поприще. Войска день и ночь выполняют важную задачу по обеспечению безопасности государства. Официально День Пограничника в Советском Союзе был установлен 28 мая в 1958 году. Традиция праздника сохранилась и по сей день. Мы помним и не забываем Брестскую крепость. Помним Холхенгол. Помним нашего пограничника с Холхенгола, героя Советского Союза Пономарева. Бестоянно происходит на московском погранотряде в Таджикистане. В погранвойсках она почетная, она ответственная. Солдат-пограничник он всегда на посту. То ли он с винтовкой или с автоматом в руке, то ли он со своей подругой, с собакой. Но он всегда на посту, он всегда на охране нашего мирного труда, на охране нашего спокойствия. А для солдата главное – отчизне служить. Нет, в нее дороже. Солдату нужно дружбою всегда дорожить. Жить не тужить, с песней дружить. Телерадиокомпания «Кунгур» поздравляет всех причастных к этому празднику. Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия. Продолжение следует...